Ну, собственно, как случилось то, что стал я космонавтом. Все вы помните незабываемые дни 1957 года, когда в Советском Союзе впервые в истории человечества был выведен на орбиту Земли спутник. Это произвело фурор международной жизни. В то время я, собственно, только окончил еще авиационное училище, стал летчиком-истребителем и не думал конкретно, конечно, так, что когда-то доведется мне быть первым в космосе. Этого, собственно, таких мыслей не было. Может быть, были такие мыслишки где-то в глубине, что, эх, слетать бы хоть когда-нибудь туда. Но все это развитие техники произошло настолько быстро, настолько стремительно, что, следя за нашей печатью, за выступлениями, которые были в нашей печати, о запуске второго спутника на борту с собакой-лайкой, третий спутник, космические корабли. Просто не вытерпела душа. В это время я служил в одной из частей военно-воздушных сил, написал рапорт, разобрали рапорт, ну и доверили участвовать в отборочной комиссии. Отбор был таков, что даже малейшая царапина в организме, она не давала права человеку быть космонавтом. Ну, к счастью, у меня таких царапин не было, и вот я и стал космонавтом. Затем начались упорные и долгие дни тренировок, упорные и напряжённые работы. Нужно было пройти массу теоретических предметов, совсем познакомиться, да не только познакомиться, а нужно было разбираться в этом. Здесь слишком много было. Здесь была и геофизика, и астрономия, и высшая математика, и техника. Ну, абсолютно всё, что нужно человеку. Очень много тренировок, чтобы познакомить человека, посмотреть, как реагирует его организм на те или иные факторы космического полёта, на вибрации, на перегрузки, на невесомость, на тепловые перегрузки. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...